Банки одобрили две трети заявок на кредитные каникулы от жителей края на довольно внушительную сумму 1 миллиард рублей но при этом как говорили экономисты планка была занижена что не позволило заявиться большему числу жителей региона ну и страны естественно в целом один из крупнейших банков нашей страны уже заявил о спаде интереса к этому инструменту сейчас тему обсудим подробнее с экспетом на видеосвязи с нами александр лобанов доцент кафедры финансов кредита и биржевого дела пермского классического университета александр иванович здравствуйте здравствуйте спасибо большое что нашли время как вам кажется вот это большой процент одобрений 70 процентов заявок на кредитные каникулы от физлиц одобрили об этом отчитался центробанк пермский ну давайте мы к этому вопросу подойдем таким образом значит количество работоспособного населения у нас примерно полтора миллиона в пермском крае значит из них 20 сейчас скажу что ты издалека вы александр иванович зашли вы хотите сказать что мало человек заявилась изначально да я это как раз и хочу сказать что в общем то вот этот показатель обращений но если говорить его малых средних организациях бизнеса да то этот показатель составляет всего пять с половиной процентов от общего количества организаций которые вот у нас занимается бизнесом это все ведь из-за того что ну как говорили экономисты что планки были изначально ну там условно занижены мы не можем сейчас так критически оценивать но по крайней мере такие мнения очень часто звучали ну да это получается погрешность какая-то определенная погрешность потому что одобренные 65 процентов вот по моим данным я их пересчитал это получается 3,6 процента всего от этих организаций всего 3,6 процента поэтому говорить о том что там какая-то трагедия возникла я бы не стал ну а вообще вот смотрите в середине апреля банки одобрели 56 процентов заявлений сейчас 70 процентов то есть банки каким-то образом все-таки отладили эту систему стали большим количеством одобрения ну я думаю что если кто не отладил эти вот эту систему до обращения что наверное это уже какое-то я грубое слово ввиду какой-то определенный хулиган со стороны данной кредитной организации куда мы все слышали это заявление там на банкеру и так далее да о том что очень много отказов идет и так далее по каким-то формальным признакам да я с вами согласен но вот эта система она в общем-то уже давно подготовленная была все-таки мы коронавирусу к борьбе с ним подготовились заранее каким-то образом центральный банк по этому поводу тоже в свое время высказался но и сейчас я думаю что они находятся на той позиции что значит финансовая система позволит справиться вот с этой задачей но в том числе и с поддержкой малого бизнеса есть поддержка вообще физических лиц александр иванович вот у меня такой следующий вопрос да один из там банков и 105 не будем там называть в принципе не важно уже заявил о том что количество таких заявлений там по кредитным каникулам уже снизилась на треть обращений то есть в мае то есть получается что инструмент уже не будет востребован кредитных каникул сейчас в ближайший месяц условно ну я опять назову пару цифр если возвращаете пару цифр значит у нас всего вот таких организаций сорок четыре тысяч девятьсот одиннадцать из них сорок тысяч восемьсот девяносто семь микроорганизации вот обращение я уже говорил три шестьдесятых процента еще хочу заметить следующее значит вот эти все частные предприниматели они буквально где-то еще месяц не прошел нашей борьбы с коронавирусом они уже начали под разными предлогами работать но в рамках законодательства то есть и этот показатель то количество организации которые о которых я озвучил я хочу сказать что да процент видимо процент обращения видимо расти не будет немножечко вы уводите да все таки в сторону малого среднего бизнеса я в том числе про физлиц спрашиваю показать а давайте про физические лица давайте про физические лица я про них тоже говорил начал говорить вот вот по моим данным обращение по физическим лицам было 6 тысяч 6 тысяч ну а вот работающих я уже озвучил полтора миллиона то есть это тоже такая маленькая цифра в общем люди которые этим занимаются они но так достаточно предусмотрительные получается что сейчас уже там нет смысла каким-то образом эти планки уже повышать да все кто там обратился то есть если даже говорили то что эти планки по кредитам по так если не ошибаюсь 250 тысяч по потреб кредитам 600 тысяч по автокредитам ипотека 2 миллиона сейчас эти планки уже там в стране не повысят насколько мы понимаем несмотря на критику звучавшую я думаю что если это будет повышение нас будет связано с другие с другой ситуации ситуации развития коронавируса у нас стране то что я хочу обратить внимание на то что наше население достаточно равнодушно относится как вот к этому вопросу ну да то есть спрос будет меньше все мы это поняли как чтобы что будут делать люди которые не получили кредитные каникулы но у них допустим нету денег платить тогда очевидно сразу нам кажется что они все пойдут микрофинансовые организации и так далее перекредитоваться да вот частными лицами это вопрос достаточно проблематичный потому что у нас много людей есть у которых просто нет какого-то запасов денежного запаса вот просто нет если они вот месяц прожили на то что у них там было дальше проблематично но я хочу сказать что вот очень много сейчас принимается мер со стороны правительства по поддержке населения но тут трудность она так и остается это вот связь правительства с с администрациями регионов регионов и значит муниципальных образований то есть вот это насколько оперативно будет будет вот эти администрации работать настолько трудно будет вот этим людям все-таки по платежам за кредиты что будут люди делать их стратегии действия просто просрок будет по кредитам или они будут микрофинансовые организации идти выходить процедуры физ банкротства какие поведенческие стратегии будут я думаю что будет все все вот все возможности которые предусматриваются вплоть до организации банкротства физического лица у нас же есть такая еще процедура я думаю что будет вот это происходить все но опять же все зависит от того времени в котором мы будем бороться с коронавирусом ну смотрите вот уже два месяца до кто-то возможно уже два месяца по кредиту не платят до сначала там режима самоизоляции еще месяц наступит у них будет грубая просрочка больше 91 дня не нужно ли для них каких-то дополнительных нормативных актов вводить потому что получается что у них кредитная история испорчена надолго на год на два до если они три месяца не платили нужно ли вводить какую-то норму чтобы каким-то образом там отодвинуть этот срок то есть сейчас ведь пойдет большая волна вот таких испорченных кредитных историй виде я сейчас не владею цифрами сколько этого населения сколько такого населения находится у нас хотя она есть то есть цифры меня этими не владею не могу вам сказать определенно значит конкретно в любом случае это несколько процентов в любом случае считаю что значит нужно экстренно собирать вот эту информацию то есть набирать статистику и с этой статистикой уже обращаться выше но конкретно государству да понятно спасибо большое александр лобанов с нами был на связи доцент кафедры финансов кредита и биржевого дела пермского классического университета мы обсуждали кредитные каникулы процент одобрения заявок